Вот что-то меня потянуло еще раз проверить AUX, и почему-то только после видео. Хотя кабель этот тут уже лежал, как вы видели. Я опять перевел его телефоном на AUX. Сразу скажу, этот домашний кинотеатр помнит источник, то есть если вы его, например, выключили на долгое время из розетки, а потом включили, именно вот этот LG, он включается именно на AUX. Давайте вывести из AUX без пульта этот экземпляр нереально, потому что кнопки не работают. Две нужных, точнее одна нужная не работает. И смотрите, что получается. Я попользовался дисководом, я попробовал USB, я включал тюнер, я сейчас вернулся на вход AUX, и я не верю своим ушам. Может быть это было бы неудивлением, если бы я его не проверял до того, как он ко мне попал, но я реально проверял его, он на AUX был еле-еле слышен на 35-й громкости. И смотрите, вот этот толстый шнур, подключенный туда. Я просто переключил источник на DVD, грубо говоря, а потом вернул на AUX. И это срань заработало, блядь, просто так. Это что за LG, блядь? Он работает. Всё, громкость в порядке. Это... Он сам починился. Это что это за баги, блядь, такие? Это же не какой-то многофункциональный, какой-нибудь персональный компьютер, чтобы такие баги всплывали. А вот такой сбой в прошивочке у него получился. Видимо, владелец его реально пульт просрал давным-давно. И переключить источник не мог. И он всё время торчал на AUX, и он тихо работал, и сделать было ничего нельзя. Но сейчас, блядь, я в ахуе. Оно работает. Теперь это полноценный усилитель. Кстати, у меня даже есть интересная идея попробовать... Вот у того чела, у которого я купил колонки Technics, у него Technics подключен к колонками от этого LG. А я хочу сделать обратно. Я подключу к нему колонки от Technics, если будет, конечно, не лень. Именно к нему. И сейчас я за кадром разматывал провод наушников, чтобы вставить и ввалить на наушниках звук, чтобы вы услышали, что он орёт достаточно. Так. Ну, чуть тише, чем с диска, потому что это телефон. Так. Вот, видите, всё работает. Охренеть. Вот это сюрприз, так сюрприз.